Чтобы сказать теплые слова инвалидам по зрению, в этом зале собрались представители администрации муниципалитета, бизнес-сообщества, общественных организаций города. Официальные обращения сменялись номерами, подготовленными местными творческими коллективами и исполнителями. Мы нужны человечность, доброта, ответственность людей. От имени главы муниципалитета Валерия Венцеля собравшихся приветствовал начальник управления по экономике и потребительскому рынку Александр Смирнов, председателю Ленинского общества слепых он вручил денежный сертификат, а активные участники организации были награждены памятными медалями в честь 90-летия района. Мы все люди местные, все живем в этом районе, в этом городе. Среди наших родственников, друзей, близких, знакомых также есть люди с ограниченными возможностями. То есть мы одна семья. От лица главы Ленинского района, от администрации Ленинского района, я желаю людям с ограниченными возможностями еще активнее принимать участие в общественной жизни. В настоящий момент в Ленинском отделении Всероссийского общества слепых состоит порядка 100 человек. Конечно, не все они сегодня смогли собраться в зале Центральной Видновской библиотеки. Председатель общества считает, что не только в День Белой Трости, но и в повседневной жизни инвалиды ощущают заботу и поддержку. Лет 5-10 назад, конечно, было очень тяжело, но в последнее время все меняется. Появляются желтые полосы, появляются звуковые светофоры, и большинство зданий в администрации приспособлено для обслуживания инвалидов по зрению. Не обошлось без подарков и от депутатского корпуса. Их подарили помощник депутата Московской областной думы Владимира Жука Александр Серов и помощник депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова Маргарита Галаева. Естественно, все подарки станут хорошим подспорьем в жизни инвалидов. Мы хотели сделать все самое лучшее, и вот Вячеслав Александрович поручил найти лупы с десятикратным увеличением для того, чтобы у незрячих людей было еще больше творческого вдохновения, и они смогли реализовать все свои таланты. Стоит думать, собравшиеся в зале инвалиды по зрению, несмотря на тяжкий недуг, отметили этот день с хорошим настроением. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.